Август 2014-го. Добровольческий батальон «Донбасс» с луганского направления перебрасывают под Иловайск. В Донбассе еще три батальона ведут разведку боем по картам, выпущенным еще в СССР. Было смешно. Я подошел к Хамчаку, они говорят, вот карта, посмотрел, там, 86-го года карта, то есть генерального штаба карта, карты, которые выдают командованию сектором. 10 августа зайти в город украинским добровольцам не удалось. Их встретил огонь боевиков на хорошо укрепленных блокпостах. Второй штурм Иловайска наметили на 19 августа. Задача стояла зайти сбоку этого блокпоста укрепленного и по возможности захватить всю левую часть Иловайска. Нам 19-го по большому счету не хватило танка или там двух БТРов. И зашли вот отсюда, с севера, и помогли нам, когда мы зашли вот в тыл кадыровцам. Подкрепление пришло, но к боевикам. Вокруг же украинских бойцов замкнулось кольцо. Еще начиная с 23-го, с 24-го числа разведка по всем фронтам докладывала о переходе границы батальона тактических грузов по Российской Федерации. Но разумных команд не последовало. В итоге несколько суток подряд бойцы находились в настоящем котле под постоянными обстрелами. Затишье наступило лишь в ночь на 29 августа. Но это было затишье перед бурей, когда с российской стороной якобы договорились о выводе украинских военных и техники из окружения. То, что я помню, и то, что мы выходим по зеленому коридору. То есть якобы договорились. И буквально отойдя от многополя, ну может 2-3, ну может 4 километра, начинается наш расстрел, причем с разных сторон. В результате десятки, а то и сотни украинских бойцов сгорели или были застрелены в первые же часы движения по так называемому зеленому коридору. Выжившие добрались до ближайшего хутора и там заняли оборону. Кто-то пошел на прорыв, остальные обменяли себя на раненых и оказались в плену. Алексей Мороз пробыл в плену 4 месяца. Игорь Гевкос мог попасть к своим только месяц спустя. Тарас Костанчук был ранен в голову, несколько дней прятался в разрушенных домах Иловайска. Они чудом остались живы. Но и тогда, и два года спустя они не понимают, почему не пришло подкрепление, почему их генералы допустили образование котла. 24 числа начали поступать, 23 по телефону сведения о том, что заходят российские группы. Мы начинаем бить в колокола родственникам, генштаб, всем, кому только можно. И никакой реакции. Искать виновных украинские власти начали сразу после трагедии. Главный военный прокурор Анатолий Матиос ответственность за котел возложил на бойцов батальона Прикарпатье. Мол, они дезертировали и оголили фланг. В генштабе, в свою очередь, начали оправдываться. Мол, поверили врагу, а он не сдержал слова. В плену иллюзий, что напрямую вооруженную атаку россияне не пойдут. Мы никогда не предполагали, что нашим врагом станет Российская Федерация. Временная следственная комиссия Верховной Рады ответственными за массовую гибель военных под Иловайском назвала тогдашнего министра обороны Валерия Гелитея и начальника генштаба Виктора Муженко. Последний в канун второй годовщины котла заявил, что готов взять на себя ответственность, но частично, несмотря кто будет судить. Одна из причин лавайской трагедии – несогласованность, хаотичность и, пожалуй, недостаточная компетентность при планировании операции выхода из окружения. Обвинять в бездействии, считаю, никто не имеет даже морального права. Ни меня, ни штаб АТО, ни командиров подразделений, ни военнослужащих. Впрочем, возникает вопрос – а судей кто? Тем временем у генпрокуратуры свои обвинения. В смертях украинских военных она винит российский генштаб. Мол, все жертвы из-за вторжения на территорию Украины – 3,5 тысяч военнослужащих регулярной армии России. Мы отправили запрос в военную прокуратуру о результатах расследования. Ответа так и не получили. Если верить нашим источникам, пока в деле о Беловайском котле, как и два года назад, ни одного подозреваемого. Многие из тех, кто руководил операцией под Беловайском, сегодня по-прежнему в своих креслах. Их делегаций на памятных мероприятиях мы так и не увидели. Ульяна Конрашова, Николай Квас. Настоящее время. Киев.